Гутен Такс о налогах человеческим языком Сегодня мы коснемся темы, которую наши слушатели достаточно долго ждали. Мы к ней временами подступались в своем подкасте, но полноценно в нее ни разу не погружались. И с таким уважаемым гостем сегодня мы как раз поговорим про уголовное право и как, собственно, оно переплетается с правом налоговым. И первый вопрос, Денис, он такой достаточно общий будет. Вот тенденции последних лет уголовных дел по налогам стало больше или, может, меньше? Ну, уголовных дел стало больше. Мы смотрим это по статистике Верховного суда. Мы ее отслеживаем с 2014 года. И по тому, как мы видим, примерно где-то на 25-30% в год увеличивается. Почему 2014 год? Дело в том, что в 2014 году были внесены поправки в уголовный процессуальный закон, отменены либеральные поправки Медведева. И уголовное дело по налогам теперь стало возможно возбуждать не на основании налоговой проверки, решения налоговой проверки, а на основании любого иного материала, который предоставлен сотрудникам АБЭП. Как правило, это либо заявление обиженного сотрудника, который рассказывает, что в той компании, в которой он раньше работал, занимались черными деньгами, конверты и так далее. Либо это сотрудники БЭПа, которые раскрывают, допустим, обнальную площадку, накрывают одну из них, в ходе обыска изымают гаджеты, какой-то очень интересный ноутбук, в котором есть некая управленческая отчетность, сводные таблички, из которых они берут после этого, у банка изымают всю оборотку, смотрят, кто у них были контрагентами. И после этого начинают ревизоры считать, кто из этих контрагентов на данной технической помойной компании какую сумму вывел. Ну, естественно, после этого запрашиваются документы у этой компании в обоснование, которые после этого анализируются, и уже самой компанией предъявляются претензии по уклонению на плат налогов. Так вот, достаточно даже рапорта оперативника для того, чтобы следователь возбудил уголовное дело. Поэтому уголовные дела, их количество увеличивается, постоянно растет. И есть еще один нюанс. Начиная с 2016 года, в статистической отчетности Следственного комитета, а только ему под следственные уголовные дела по налогам, появилась отдельная графа. Это взысканные денежные средства, они потом дальше стали даже дробиться. Взысканные до возбуждения уголовного дела в рамках следственной проверки, либо в рамках возбужденного уголовного дела. Это все контролируется, и Александр Иванович Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, любит довольно часто в российской газете отчитываться, сколько денег было за отчетный период взыскано по уголовным делам по налогам. Таким образом, про бюджетное ориентирование Следственного комитета. Естественно, там, где можно заработать много денег, это для государства довольно важно, поэтому уголовные дела, рост уголовных дел идет постоянно нарастающий. Получается, если они такой себе показатель эффективности ввели, у них возникает конкуренция с налоговыми органами. То есть, кто быстрее добежит до неплательщика и заберет. Да, конкуренция у них, но сейчас по общим оборотам они пока уступают, там идет сначала налоговый орган, потом таможенный орган, а потом Следственный комитет в этой части. Надеемся, так и останется, хочется надеяться в хорошем смысле. Кстати, сейчас вопрос тенденции последних лет, это тенденция последнего года о том, что суды начали немножко бить по рукам Следственному комитету. Мы либо сейчас, либо, ну давайте тогда сейчас, чтобы затравка сразу сработала. Апрельское решение, сначала мартовское Симоновского суда Москвы, после этого прокуратура подала апелляцию, и в апреле Мосгорсуд засилил решение Симоновского суда. В чем там была суть? Это налоговая реконструкция. То есть, уголовные суды прямо говорят о том, что давайте теперь применять налоговую реконструкцию. Ведь раньше как было, есть решение, материалы передаются в Следственный комитет, он на автомате сумму Total просто вставит в ущерб, проводит, может быть, экономическую экспертизу, которая фактически копирует просто решение. Либо акт бывает такой, что еще до решения дожидаясь направлять Следственный орган, и после этого предъявляет обвинение, направляет дело в суд. Это работало довольно неплохо, работало там все это время с 2014 года. И как раз тенденция, это не только приведенное решение, но мы еще видели как минимум еще два решения, это по Москве, регионы как-то проходят мимо. Но, по крайней мере, тенденция, которая в Москве, она показывает, что теперь суд говорит, невозможно вменять только лишь ту сумму, которая выставлена как недоимка по тем контрагентам, который не признал налоговый орган технической компании. Необходимо устанавливать стоимость данного имущества, находить закупку, ну как вот кузба с молочком, ровно такой же подход, теперь на удивление большого уголовных адвокатов. Такой же подход сейчас требует суд. Для понимания, что там было, это не оправдательный приговор был. Дело в том, что когда следователь передает дело в суд, суд может это дело либо принять к производству, либо в случае, если в обвинении, которое предъявлено человеку, есть какие-то нарушения, то он может вернуть это дело прокурору для устранения допущенных нарушений. Так вот, теперь в этих судебных актах четко указано, что в ходе дополнительного расследования необходимо установить, в том числе ту сумму, которая была уплачена в бюджет в виде НДС, на цепочке дальнейших, предыдущих звеньев. Плюс у нас есть одно сейчас решение Бабушкинского суда, которое также вернуло на дослед. Там было связано с тем, что поставлялось оборудование, там оно таможилось, это был импорт. И там сейчас мы бьемся над тем, чтобы подняли ГТД, посмотрели там, какой налог был там уплачен. И как раз таки вот эту вот дельту между тем, что на бюджет получил в свое время при обороте данного товара, и тем, что поставил себе к вычету непосредственно наш клиент налогоплательщик, именно вот эта вот дельта и будет уклонением от уклата налогов в том разрезе, который предусматривает 199-е. Я правильно понимаю, что за счет этой реконструкции может так случиться, что когда условно либо суд пересчитает, либо следователь, то можно упасть ниже того лимита, скажем так, ущерба, недоимки, после которой возбуждается дело. И в таком случае дело должно быть прекращено. Для наших слушателей сразу тогда проговорим еще, что уголовное дело по уклонению от оплаты налогов можно возбудить в том случае, если сама недоимка без пении и штрафов составляет больше 15 миллионов рублей. Даже если она составляет ровно 15 миллионов рублей, то уголовное дело возбудить нельзя. Так вот, там есть еще много вкусностей, связанных как раз таки с размером. Статья 199-я, она состоит из двух частей. Первая часть, она возбуждается, как я сказал, в том случае, если недоимка больше 15 миллионов, а вторая часть может быть возбуждена в том случае, если недоимка свыше 45 миллионов, либо данное преступление совершено группой лиц на сумму свыше от 15 до 45 миллионов. Так вот, вкусность в том, что там еще свои сроки давности. Потому что по первой части, статьи 199-й, срок давности 2 года, с момента по налоговому преступлению, моментом окончания совершения преступления, является день следующий после даты погашения данного налога. Допустим, если мы берем НДС, условно говоря, первый квартал, то там даже не дата подачи 25 апреля, а не 25 апреля, а получается у нас 25 июня. Потому что по НДС у нас дробление по одной трети. И получается 26 июня начинает течь как раз-таки вот этот вот срок давности привлечения к ответственности. Так вот, если у нас недоимка в диапазоне от 15 до 45 миллионов, и мы рассматриваем, допустим, 4 квартал 2016 года, эта недоимка образовалась, то тогда у нас срок давности начинает течь 26 марта 2017 года. 2 года мы считаем, итого 26 марта 2019 года срок давности истек, и уголовное дело не может быть возбуждено, либо если оно было возбуждено, оно должно быть прекращено. В этом-то и прелесть. Другой вопрос, при недоимке свыше 45 миллионов, там уже 10 лет срок давности, это не настолько интересно, потому что, как правило, за 10 лет все-таки успевают передать материал и следствие. Так вот, возвращаясь опять-таки еще к одной тенденции, до 2012 года у нас в уголовке действовал пленум Верховного суда, который дал разъяснение, как расследовать и как назначить наказание по уголовным налогам, который был аж в 2006 году. Он 13 лет действовал, за 13 лет успел поменяться не только практически весь налоговый кодекс, который меняется раз в неделю, но и также уголовный кодекс, были введены дополнительные составы, изменились размеры, там тоже очень много чего поменялось, и очень долго ждали, что выйдет новый пленум. Когда в прошлом году, весной, рынок весь помнит, особенно юристы, когда все вздрогнули относительно сроков давности, длительности, начали обсуждать, что будет новый пленум, это действительно было довольно важно, потому что в старом пленуме в уголовке именно практика собрала такое огромное количество вопросов, неразрешенных, которые надо было решить. И когда все-таки в ноябре 2019 года вышел новый пленум, к сожалению, он не разрешил проблемы, как наша сверка предыдущего текущего текста показала, он изменился всего процентов на 7-8. Да, мы тоже, кстати, обсуждали даже в нашем подкасте, что вроде столько проблем накопилось, вот как раз слышу от тебя, от других коллег, а по факту оказалось не то что косметический ремонт. Мы вплоть до конспирологических теорий, что хотели полностью переписать только ради, собственно, вот этого пункта, но поскольку не получилось, как бы заметили, назад как бы сдавать уже было поздно, поэтому оставили, что есть. Нет, ну там дополнили, конечно, какие-то вещи связаны, ну, допустим, это отголоски дела Ахмадеевой, когда поставили по гражданскому иску, каким образом можно взыскать. Ну, честно говоря, там тоже дали такую интерпретацию этому КС, и так его немножко видоизменили, что лучше, честно говоря, не трогали. Там был в чем нюанс? По делу Ахмадеева было красиво написано о том, что если компания, налогоплательщик в том или ином виде еще в реестре, то тогда в отношении... Сначала идем к компании. Идем к компании, да, стараемся взыскать в компании. Но ВС в этом плену пошел чуть дальше и переначал каким образом? Да, безусловно, берем вот эту позицию по поводу реестра, но все-таки мы можем сразу на физиков перекладывать ответственность за причиненный ущерб в том случае, если будет свидетельство того, что компания не может выполнить эти обязательства. То есть она в реестре есть, но давайте проведем экономическую экспертизу. И если покажем о том, что активов компании недостаточно для того, чтобы покрыть недоимку пении штрафа, то тогда давайте уже будем взыскать с бухгалтера. То есть все так видно на глаз, что там ничего нету, поэтому зачем нам процедуру банкротства и ликвидации? Да, 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 давайте, как любят, следователи очень сильно любят, давайте проведем экономическую экспертизу, нам она все сразу покажет, зачем нам эти вот такие сложно непонятные процедуры. И естественно привлекать какая-то оошка экономический эксперт, где человек имеет ПТУшное образование экономиста, оно при этом что-то там переписывает, и этим дальше следователь машет для принятия решения. Вот пленум. Так вот, все подумали, что да, плохо так получилось с пленумом, и ничего хорошего ожидать нельзя, но я закольцовываю к началу, как раз таки базируясь на этом пленуме, сейчас по крайней мере практика московского региона судов, они прям четко пишут, они и указывают на то, что необходима реконструкция. Они, на мой взгляд, немножко, конечно, специфично истолковали, но я всегда, я же адвокат, я всегда рад тому, что если даже неправильное толкование, но это хороший результат, это все равно замечательно, этим можно пользоваться. Так вот, основываясь на этом пленуме, сейчас суды очень сильно разворачивают налоговые дела, следовательно, для того, чтобы была реконструкция. А в целом, вот если, как ты говоришь, уже такая, можно сказать, наверное, тенденция, по крайней мере, в московском регионе, насколько, скажем, следователи уже начинают учитывать, есть ли влияние уже практики на действия следователей, то есть, условно говоря, они уже при проведении этих экономических экспертиз дают указания, слушай, там, тот же ПТУшный эксперт, так, конечно, считай, но вот есть такая практика, давай там по справедливости как-то более-менее баланс соблюдем, Но здесь, получается, следственная машина, она очень инертна. Если, допустим, как говорят умные люди, допустим, у налоговиков письмо Минфина доводится, да, в том виде, в котором нужно налоговикам, ну, по крайней мере, довольно оперативно реагирует на те или иные события, есть некий постоянный мониторинг судебной практики, который как раз-таки письмо Минфина разъясняет, как действовать, то в следствии немножко по-другому. Нет никакой сводной практики, контрольно-методические управления, которые есть, они очень-очень неповоротливы, и вот эта вот практика, которая показывается судами, я думаю, что хорошо, если через год следователи начнут задумываться, а давайте-ка мы не просто возьмем у налоговой материалы проверки налогоплательщика, а еще все-таки по банку посмотрим цепочку сделок, по оборотку, допустим, возьмем контрагент, посмотрим, зеркали ли, не зеркали ли, послушаем налогоплательщика, какую он позицию заявляет, была поставка или нет, если была, то проверим, откуда она именно поставлялась, чтобы, может быть, выкинуть цепочку посредников и изъять на заводе платежные документы, что отгрузка была по такой цене, и тогда предоставим эксперту, который 2-1 произойдет арифметические действия и покажет нам один. Я думаю, что до этого дойдет хорошо, если через год. Что будут делать, логичный вопрос, что будут делать следователи сейчас с теми делами, которые возвращаются. Сейчас они будут очень долго думать, сейчас они будут до тех пор, пока им кто-нибудь не расскажет, что так можно. Надо понимать, в следственных органах специалистов, которые могут отличить налог от прибыли, от налога от НДС, а я уж не говорю от НДФЛ, не так много, даже в московском регионе. Сейчас стало совсем грустно. Да, да, к сожалению, это так, и когда ты приходишь и поясняешь в принципе на пальцах, ну почему я говорю нет различия, для очень многих следователей, которые расследуют дела по налогам, открытие, что период оплаты разный у НДФС и прибыли. Я говорю, в смысле? Нет, подождите, вот написано в акте, в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года не уплатили налог на сумму 128 миллионов рублей. Так вот, подождите, окончание становится здесь. Ты говоришь, не, подожди, ну давай решим. По правилам русского языка это окончание в 17 году. Да, 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 ну как-то так. Зачем нам налоговый кодекс, у нас же есть русский язык. Когда ты начинаешь говорить, подожди, давай почитаем с тобой, не спеши, давай почитаем, вот у тебя что написано, вот у тебя написано НДС из этих 128, там 55, там условно прибыль, там 68. Так смотри, давай откроем налоговый, вот видишь, в этот период, причем эти НДС 55, давай подожди, не торопись, он же по кварталам. Здесь только-то, здесь только-то, здесь только-то, правильно. А вот смотри, у нас же как пленум говорит, окончание когда, когда именно за, по этому кварталу должно быть, вот тогда-то должен упасть. Поэтому, зачем ты это объединил? Как ты уже говорил, строки, так хитро пересчитать. Сейчас пойдем, сейчас вот пойдем, сейчас у нас вилка, потому что вот две моих любимые темы наступают, я просто боюсь забыть о второй. Начнем с первой. Нашим слушателям будет интересна вот эта позиция. Общий подход. Есть решение, 128 миллионов, это весь ущерб. И когда ты начинаешь говорить, подожди, давайте посмотрим, вот у нас в первый квартал 2014 года, мы с Ромашкой НДС получили 4 миллиона. В то время нам необходимо были эти 4 миллиона, потому что у нас была задолженность по ФОД, и мы не хотели заходить под 145.1 уголовного кодекса невыплата заработной платы. Мы решили уклониться от уплаты налогов на 4 миллиона, чтобы вот, пожалуйста, потратить на зарплату. Вот документы мы потратили на зарплату. Потом, естественно, у нас во втором квартале 2014 года возникла обязанность уплатить этот налог. Мы не уплатили, окончен этот состав. Идем дальше. В третьем квартале 2014 года там у нас, допустим, там военный контракт, по которому у нас по красным счетам оплата через 180 дней после исполнения, и у нас есть кассовый разрыв, но для того, чтобы выполнить этот гособоронзаказ, нам необходимо было оплатить поставщикам, чтобы купить комплектующий, и поэтому решили, что правильно, сэкономить на налогах. Ну, просто просочку допустили даже. Мы пошли экономить на налогах и не оплатили в четвертом квартале за третий квартал вот эту сумму 8 миллионов рублей, потому что эти 8 миллионов рублей, вот, пожалуйста, документы мы направили на закупку. Причем, если в первом эпизоде у нас была ромашка, здесь мы взяли лютик, в первом мы сделали ложную поставку, фиктивную, во втором у нас были фиктивные услуги, якобы кто-то нам трубу почистил в печи в доменной. Закончили этот. Через год еще по какой-то причине нам понадобились оборотные деньги и мы решили, там, аренда. Пришел коронавирус, у нас нам не дали ставок, не снизили ставок, но нам в любом случае надо было что-то делать, мы решили сэкономить на налогах и ввели хризантему, в которой получили 12 миллионов, которые не заплатили государство. Итого, в период с 14, с начала 14 по конец 17 года, у нас есть 3 эпизода. 4, 8, 12. Ой, налоговый, уголовно-налоговый букет. да, 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 и кибана такая. Кибана. Так вот, вопрос, есть в уголовном праве понятие продолжаемого преступления и длящегося преступления. В данном случае, когда следователь собирает в эту кучу вот эти вот 4, 8 и 12, в 24 миллиона НДСа, он это ставит как продолжаемое преступление и говорит, одним и тем же способом, с одной и той же целью, были совершены идентичные преступления, общим умыслом похитить 24 миллиона. Но это же неправильно. Неправильно это почему? Потому что, вот, когда идет продолжаемое преступление, допустим, я заведую завскладом картофельного поля, колхоза и у меня, соответственно, картошка. И я, как завскладом, в какой-то момент, смотрю, у меня тут 20 тонн картошки, беру два мешка и несу домой. Когда эти два мешка вот я принес домой, через два дня, думаю, жена мне говорит, слушай, а что ты только домой-то? Тюш, что же надо? И я в этот момент думаю, я же продолжаю еще быть завскладом, и я получается, причем, усложни, я еще не донес до забора, чтобы не было оконченным. Я думаю, так, блин, два мешка понес, теща съест мозг, завтра пойду, возьму еще два мешка для тещи. И вроде бы вынес эти два мешка, окончено преступление, с того момента, как у меня появилась возможность распоряжаться похищенными, имущества, оно окончено. И вроде бы завтра, когда я иду, есть перерыв. Но у меня уже, я знаю, что я завскладом, знаю, как я это вынесу, знаю, что вот это действие я произведу в следующий раз, и у меня это охватывается единым умыслом. По сути, я уже спланировал в будущее, да? Я уже спланировал в будущее, более того, когда я шел за двумя мешками картошки тещи, я подумал, вот у меня получилось два раз сейчас, в принципе, в колхозе нового завсклада нет никого, все остальные пьют, я буду здесь работать еще несколько лет, и буду потихонечку таскать. Сколько я буду таскать, и в какой день, я не знаю, но я буду этим пользоваться. Так вот, при доказанности таких обстоятельств, можно говорить, что это продолжаемое преступление, которое можно эти мешки сложить, и в общем, потом, когда я последний мешок вынес, меня поймали, вот тогда все мешки посчитать, и все это мне одним единым преступлением вменить, и тогда размер. пример. Но когда вот я сказал, вот это вот налоговая экибана складывается таким образом, там очевидно, что это самостоятельные эпизоды деятельности. Чем они хороши? Вот 24 миллиона, это уже состав, это уже первая часть, выше 15 миллионов. Но если мы берем, делим 4 миллиона здесь, 8 миллионов здесь, 12 миллионов здесь, получается 3 самостоятельных административных состава, которые не являются уголовным преступлением. И тогда, даже если этот возбудил уголовное дело, после установления данных обстоятельств, он должен это дело прекратить, потому что недостаточно для квалификации как уголовное деяние. Это очень такой важный и ценный аспект получается, что получается там налогоплательщик, бизнес, адвокаты должны четко понимать, что вот есть такая механика, предусмотренная и уголовно-процессуальным законодательством и из налогов вытекает, что получается, как ты говоришь, вот это разбор этой гибаны на отдельные все-таки составляющие, то есть букетик разобрали, получается достаточно может эффективно скажем так вывести из-под удара уголовного. Это не значит, что недоимки нет, важно оговорить, то есть это все равно надо уплатить бюджетно. 40% не забыли. 40% естественно, отдельный налог в последнее время но тем не менее по крайней мере из-под уголовного преследования человек, компания может выйти. В этот момент очень часто мне задают вопрос, Денис, а дайте судебный акт, которым вот это подтверждается. Это есть такой тип, покажите где написано. Естественно, да, не то, что даже где написано в кодексе, а судебный акт, которым это подтверждено. Я не могу предоставить никому такой подход, потому что здесь есть вторая глобальная проблема, которая имеется. И мы неоднократно везде говорим. Дело в том, что сами по себе расследование налоговых преступлений, оно чем хорошо для лица, которого привлекаемого? Арестовать не могут. Есть прямой запрет на арест, если только вменяется 199-я статья и самое главное, если человек до этого там не пытался скрыться, вот, то тогда ставит запрет. Соответственно, избирают подписку, и человек чувствует себя спокойно, и к этому моменту, когда уже уголовные дела по налогам расследуются годами, то есть нет такого налогового дела, которое там за три месяца расследовали. Просто по одной простой причине необходимо собрать документы, эти четыре газели надо как-то проанализировать, которые забрали на обыске, договориться с экспертом, чтобы он провел, дождаться очереди проведения экспертизы, которая сама очередь иногда занимает от четырех до восьми и теперь должен сесть это все написать, и того это получается там год плюс. Соответственно, к тому моменту, когда вот этот год плюс уже заканчивается, перед обвиняемым режет перспектива особого порядка. Вот сейчас, правда, его отменили, но, по крайней мере, судя по статистике, ему проще признать вину и сказать то, что назначат там штрафы, назначат. Мы также смотрим динамику наказаний, которые назначают. Если не брать одиозные какие-то вещи, типа там Тараса Бульбы, там таких вещей, которые там очень много по регионам одиозных вещей, как правило, это либо до двух лет условно, либо это штраф где-то порядка двухсот тысяч, причем я сразу говорю, это по первой, по второй части там общий свод. Либо очень часто сейчас пока еще идут такие флешбеки амнистии 15-го года. Дело в том, что по амнистии 15-го года все, что было назначалось условно, по закону лицо сразу освобождается от уголовной ответственности, если попадает под амнистию. А там была амнистия, что любые наказания назначены условно, это освобождается от ответственности. Поэтому очень большая масса дел просто говорят, окей, мы согласны на амнистию, мы признаем вину, согласны на амнистию и все, Почему этого еще много? Это удобно всем. Это удобно следователям, это удобно судьям, это удобно прокурорам, это удобно самим лицам привлекаемым. Потому что есть два направления решения этих дел. Либо по примечанию возместить недоимку, пение штрафа, уголовное дело прекратить. Либо уже если большая недоимка, пойти в суд, получить либо штраф, либо по амнистии прекратить. Ну и слава богу. Поэтому сильно никто не бьется. Единственное из вот таких вот звонких более-менее дел, по которым видно было, что была активная защитная позиция, которая сыграла. И это действительно было видно и очень хорошо сыграло, сработало. Это Sunrise Tour. Sunrise Tour, вот это налоговое дело. Там, кстати, первый раз ставили вопрос по налоговой реконструкции. Ее, если память не изменяет, как раз там ее, к сожалению, не применили. И огромная, так сказать, сумма в виде долга легла на основателя. Да, там еще ложили, там в чем вопрос был, там как раз-таки они заявляли иностранного, он был как агентский. У них был агентский договор, и поэтому необходимо было эти расходы учесть. А следствие стояло на позиции, что невозможно эти расходы учитывать, потому что они там за рубежом. А и фактически договоры на аренду гостиниц были у агента, и поэтому его не признали агентом. Но там же не все так просто было с уголовки. Там как раз-таки были и доследы, там были очень хорошие, качественные прям такие направления на дослед. И мы до сих пор не можем найти, это дело вообще приговор был или нет. Потому что там доходило и дослед, там доходил приговор, там доходила отмена приговора. То есть там было очень интересное дело. А кстати, вот короткий такой вопрос, немножко в сторону. Действительно вот с доступом к судебным решениям по уголовным делам, ну вот на наш субъективный взгляд какая-то явная есть проблема. Это не то, что с арбитражными делами, где практически, ну там за редким исключением можно что-то не найти. Вот эта проблема, насколько остро? Это большая проблема, потому что вот мы недавно только у меня помощники собирали за последние два года как раз-таки московский регион. Это, во-первых, надо сказать большое спасибо системе ГАЗ-правосудия, на фоне которой, когда арбитр является верхом совершенства, естественно. Вот, это также отдельное спасибо, надо сказать, закон о персданах, на основании которых вымарывается вся информация из всех судебных решений. И ты должен догадаться, сколько там из 20 упоминаемых ООО, кто кому что делал. Да, да, да. Особенно мне нравится вот это вот похитили на сумму, сумма и дальше по тексту, или допустим там ФИО и все это вытерто. Бред, который ты сначала заходишь в карточку суда, видишь фамилию осужденного, видишь статью, а потом заходишь в судебный акт и это все стерто. Это знаешь, как упражнение, в школе впишите пропуск. Да, 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 да. Вот это вот чистописание какое-то, ну, бред полный. И это, конечно, очень сильно мешает. И есть еще одна проблема, это человеческий фактор. Есть в Москве три суда, которые принципиально не выкладывают судебные решения. Видимо, это позиция председателя, но не могут дать по голове тем девочкам, которые обязаны это делать. Там же системный подход. Почему у Газправосудия проблема системная? Если в КАТ-арбитре сделано все руками, что судья, который выносит судебное решение, прям есть кнопочка, вот она написала, она сразу выгружает, то в Газправосудии необходимо, чтобы судья вот в отдельной системе, там в Ворде она это все написала, после этого должна она отправить куда-то девочкам, это девочки должны вот это вот загрузить это все в систему. Ну, как бы больше печатных слов у меня не осталось по этому вопросу, поэтому можем перейти к следующему. Ну, давай вернемся вот к этой икибании уголовной. То есть, можем разделить, соответственно, по периодам, не попадем под лимит ответственности. А вот могут ли быть такие ситуации, когда вот это разделение вдруг может ухудшить положение? Вот не ухудшится оно, если в каждом периоде будет уже там, не знаю, по 50 миллионов. Очень хороший вопрос. Может оно ухудшиться. Единственное, исходя из позиции уголовного права, какое может быть ухудшение? Дело в том, что по совокупности преступлений, ну, понятно, что было слушателям, да, в решении 700 миллионов единым размером. Это, соответственно, одна, вторая часть, максимальное наказание, 6 лет лишения свободы по которому. Если мы начинаем это дело дробить, то мы получаем несколько эпизодов, где свыше там в одном 50, в другом 100, в другом 75. И делим это отдельно, каждое преступление до 6 лет лишения свободы. Так вот, если идет вот эта вот совокупность, по совокупности преступлений, может быть максимальное наказание назначено не больше, чем в полтора раза превышающее максимальное наказание по самой большой статье. Переводя на русский, если 700 миллионов одним куском, то это до 6 лет. Если мы раздробили, то это до 9 лет лишения свободы, может быть максимальное наказание. Это единственный минус, который есть. Но, естественно, надо смотреть. Тут сразу оговорка еще под вот эту схему. Очевидно, что если компания налогоплательщик в 2014 году заключила договор с ООО «Ромашка» на 2 года, и в первом квартале отгрузила туда 4 миллиона, в третьем квартале туда же отгрузила 8 миллионов под один и тот же договор, в первом квартале 2017 отгрузила 12 миллионов, вот это будет единый механизм, один и тот же способ, и тогда невозможно будет это раздробить на отдельные эпизоды. Ну, поскольку, условно говоря, инструмент и умысел был, охватывал. Способ совершения один. Вот если отдельно заключаются, отдельные договоры приискиваются, контрагенты, как это в уголовных делах пишут, у неустановленных лиц получил доступ к реквизитам компании контрагента, куда отправил денежные средства. Если это будут разные контрагенты, разные источники получения данных реквизитов, куда было отправлено, тогда это разное, можно говорить о том, что это разные способы. А у меня вот такой вопрос, а в руках следователя, вот мы обсудили налоговую реконструкцию и вот этот букет, который дробится, это не может стать каким-то таким полукоррупционным инструментом давления на подозреваемого? Ну, то есть, ты мне помоги, а я тебя раздроблю, или ты мне помоги, а я все-таки применю налоговую реконструкцию, что-нибудь вот в таком духе. Ну, как показывает практика, в руках следователя любой предмет может иметь коррупционную составляющую. И здесь, безусловно, следователь может говорить, ну, хорошо, даже не вопрос денег, потому что очень часто следователю, ему даже больше интерес не в деньгах и в каких-то преференциях, а ему побыстрее дело вот это вот направить в суд, по нему какое-то решение, избавиться от него. Из стекло. Да, избавиться от него в самом лучшем виде. И тогда он может сказать, ну, хорошо, я применю там налоговую реконструкцию, допустим, на живом примере. Окей, мы сделаем реконструкцию, уйдем от второй части по размеру, выйдем на первую, ты просто все признаешь, и мы дело направляем в суд. Ну, нормальная конструкция, которую может следователь предложить. И, безусловно, это могут использовать. Тут другой вопрос. Практически на каждой конференции я говорю, товарищи налогоплательщики, вот мы готовы. Вот у нас есть несколько правовых позиций по тем или иным делам, по тем или иным вопросам, связанным с уголовными делами. Это, допустим, вопрос там в той же реконструкции, это вопрос, связанный с исчислением сроков давности, это вопросы, связанные с тактическими какими-то вопросами. Но, так как практики нет, давайте вместе с вами попробуем дойти до того же Верховного суда, для того, чтобы выработать некую практику. И за то, что вы пойдете с нами, мы готовы обсуждать даже скидку на наши услуги. Но, но, к сожалению, так как вот в нашем бюро налоговой практикой занимаюсь я, и практически все налоговые дела, которые есть у нас в бюро, это проходит через меня, клиент не готов биться до Верховного. То есть, вот он получает приговор лайтовый, все, он говорит, слушайте, давайте все. Это не моя битва, да, условно говоря, я не хочу, так сказать, нет желания особого биться еще за тех парней. Быть Дон Кихотом таким получит. Ну, мне кажется, это важный аспект, и я думаю, к сожалению, это не только в уголовных делах, но и во многих, я думаю, спорах мы это наблюдаем. А в целом, вот, кстати, если говорить с точки зрения как раз вот тоже прекращения дела и вот погашения, то, что ты упоминал, да, основания погашения, не даем кипения штрафа. Бывают же действительно разные финансовые состояния там у обвиняемого, да, у компании и так далее, и так далее. И они в целом готовы ее погасить, да, этот ущерб, но, например, не единовременно. То есть, вообще, сколько времени дают и дают ли там следователи, правоохранители, чтобы эту операцию совершить? То есть, я так понимаю, прямой отсрочки, в принципе, не предусмотрено, да, законодательством для этой операции, да. Но, тем не менее, какова вот практика, можно как-то... Очень хороший вопрос, он такой хороший тактический, более того, у нас с клиентами, с различными клиентами по-разному поступали, а те, кто хотел возместить и прекратить. Для начала, когда в свое время представитель Следственного комитета по делу Тарас Бульба выступил с заявлением о том, что мы прекращаем уголовное дело ввиду того, что Тарас Бульба договорился с ФНС о рассрочке, уголовные адвокаты очень сильно захихикали, потому что есть четкое разъяснение того же пленума, который говорит, что соглашение о рассрочке не является основанием для прекращения уголовного дела. Это общий подход, который... В Уголовном кодексе есть несколько статей, которые регламентируют порядок прекращения уголовного дела. Было это за примирение с потерпевшим, за умосмещением ущерба, с деятелем раскаяния и так далее. Так вот, есть одна статья, которая четко говорит о том, что в случае возмещения причиненного ущерба уголовное дело может быть прекращено только в случае реального возмещения. И есть разъяснение Верховного суда, которое не только в налоговом постановлении было, которое четко говорит, что под возмещением вреда невозможно использовать обещания какие-нибудь, рассрочку и так далее. Правда, потом это сообщение было следственникам дезавуировано, но сам факт. Значит, для слушателей, еще раз, основанием для прекращения уголовного дела по налогам является только реальное исполнение возмещения недоимки пении штрафа. Сразу оговорка, еще одна. Вот это вот условие возмещения недоимки пении штрафа распространяется на 4 статьи Уголовного кодекса, кроме статьи 199.2, которая предусматривает уголовную ответственность за сокрытие имущества от уплаты налогов. Там немножко другой алгоритм. Там необходимо для прекращения уголовного дела возместить сумму недоимки, которая начислена, и еще уплатить штраф в двойном размере от суммы недоимки. Возвращаемся. Значит, по срокам, в течение которых это можно сделать. Действительно, закон не регламентирует, когда это в течение какого времени можно сделать. Единственное есть ограничение, что прекратить уголовное дело за возмещением недоимки пении штрафа возможно только лишь в том случае, если не назначено первое судебное заседание. До назначения первого судебного заседания. Верховный суд в конце прошлого года внес законодательную инициативу изменить это условие. Дело в том, что вот как раз, как я сказал по статье 199.2, там до ухода судей в приговор. В совещательную комнату для внесения приговора. Так вот, чтобы сравнять вот эти возможности и дать еще возможность налогоплательщику, либо привлекаемому лицу, либо третьим лицам, которые тоже имеют право возместить у нас ущерб, причиненный по уголовному делу, чтобы дать им возможность еще в ходе судебного рассмотрения дела в суде, также погасить. Но пока это на рассмотрении, и на данный момент действует вот это ограничение. Так вот, как я говорил ранее, расследование уголовного дела, оно длится годами. И вот у нас был кейс, по которому у нас оплата недоимки была чуть больше года, несколькими траншами. При этом, так как у следователя, опять-таки, как я говорил раньше, есть вот эта статистика, ему лучше, что будет возмещено, нежели он просто направит дело в суд. Соответственно, он спокойно, пока проводилась экспертиза, он не торопился. Не спешил, да? Не спешил вообще никак, и там было 380 миллионов закрыто. Это только была недоимка 380, соответственно, и просыпение, и штраф отдельными нам было важно со следователем показать динамику. Самая большая сумма, которую у нас клиенты таким образом выплачивали, это было 920 с чем-то миллионов. И это тоже, понятно, единым траншем не было. С другой стороны, из известных погашений таких звонких, это деловые линии на 1,2 миллиарда, которые были прекращены за возмещением. Вот, ну вот как-то так, возможно, технически растянуть это дело. Ну и потом, как тоже показывает наш опыт, как правило, к вопросу, прекращаем ли мы дело за возмещением, собственники приходят где-то в течение месяца после того, как дело возбуждено. И если они уже принимают решение, нет, денег таких нет, мы выдернуть не можем из оборота, мы будем либо банкротиться, либо у нас мы договорились с ГД, он все возьмет на себя, мы ему компенсируем каким-то образом, и тогда уже просто после этого месяца понятно по стратегии, куда идет. Но в целом логично все-таки, да, с точки зрения цели государства, задача все-таки не упечь, да, и закрыть предпринимателя, какой бы он ни был там, да, а все-таки получить в бюджет то, что должно быть в бюджете, ну и плюс, соответственно, пение штрафа. Единственное, что вот, конечно, интересно, что ТГ, что позиция Верховного Суда, что рассрочка не прекращает, да, то есть с точки зрения налогового кодекса рассрочка, это вообще перенос срока уплаты налога и недоимки в целом, она как бы, ну, исчезает в какой-то момент. То есть вот здесь была, а тут передоговорились, да, и очень странно, даже в кодексе есть специальная норма, вот для крупных доначислений, более миллиарда, что, может быть, если не оспаривает налогоплательщик, с ФНС можно заключить это соглашение, да, которое, как бы, тоже преследует обе, такой баланс для двух сторон, то есть мы ее, с одной стороны, не убиваем полностью компанию, даем возможность погасить, но и бюджет берет свое, что называется. И в этом смысле, конечно, такой диссонанс получается, что вроде можно прийти к легальному соглашению с налоговиками, но уголовное дело может тебя, получается, настигнуть. Да, догнать. Здесь в чем вопрос. Нет отраслевого разъяснения, причем на уровне уголовного кодекса, то есть Верховный он же не может просто взять и придумать, переиначить уголовный кодекс, он же не может заменить его в Госдуму. Ну, то есть он в целом про все рассрочки говорил, да? Да, да, он же говорит про все ущербы по уголовному делу. И здесь больше думаю даже о, допустим, условно пьяном водителе, который сбил мать с ребенком, и тот ущерб, который он говорит о том, что я возмещу когда-то, он когда будет назначен наказание, стимул возмещать, уже он пропадет. Берутся больше вот широкими мазками. И брать отдельное толкование, что давайте тогда изменим части налогов, вряд ли это будет кто-то в ближайшее время делать и ставить этот вопрос. Я знаю, что когда на ювелирке были вопросы, как раз-таки больше миллиарда недоимка, и с ФНС этот вопрос обсуждали, то пытались со Следственным комитетом этот вопрос тоже, когда уже был драфт рассрочки, и на этом основании прекратить, тогда Следственный комитет сказал, нет, у нас просто нет сейчас оснований, и вообще мы максимум можем тогда, если вашу рассрочку, учесть как смягчающее обстоятельство, показать это в обвинительном заключении, что достигнут некое соглашение. Ну как-то так. Хорошо. А если мы сдвинемся в такую область каких-то вот уловок злоупотреблений с точки зрения правоохранителей, вот именно в уголовно-налоговой сфере, то есть есть ли какое-то давление, например, ну условно давление, то есть следователю тоже нужно как-то возбудить там дело, и, например, у него не совсем, скажем так, по разным причинам не получается 199-я статья, там 190.2 и так далее. А какие-то есть на практике не совсем, так сказать, корректные джентльменские приемы, чтобы все-таки дело возбыть? Может быть не по налогам, потому что, ну, есть еще и заблуждение у бизнеса, что, собственно, за неуплату налогов только налоговые статьи есть, и я их прекрасно знаю, и больше вот там ни раздел выше по оглавлению, ни ниже я никак в нем не очутюсь. Поэтому, если что, ну, такой вот стереотип, как ты подтверждаешь, погашу, что должен? В основном подавляющем своем большинстве недоимки по налогам возникает у бизнеса, когда ему нужен был нал, и он просто выгонял куда-то деньги, причем до 14-го года это вообще можно было делать, не заморачиваясь. Потом потихонечку начало грезить, 54-1 начали все вздрагивать, начали перестраивать схемы, каким образом это выводить. И в конце концов сейчас вот все это такие отголоски тех вот времен идут. Ну, потому что мы видим, сейчас уголовные дела, которые это 14-17 год, редко сейчас, когда 17-19 проверка и предъявляет. Это только если по материалам оперативников. Так вот, деньги ушли, создан фиктивный документооборот, на основании которого налоговая доначисляет прибыль и НДС. Есть же отдельная статья в Уголовном кодексе о незаконно-банковской деятельности. То есть, о чем я в самом начале сказал, когда накрывают обнальную площадку, АБЭП, он смотрит всех контрагентов. И если вдруг не получаются налоги, хотя, честно говоря, мне сейчас довольно сложно представить, чтобы в отсутствии фактуры у следователя не получалось возбудить налоги. Они, во-первых, возбуждаются с таким свистом, вот, последнее время, даже не задумываясь, даже не выполняя обязательных требований статьи 144 УПК, когда материалы, поступившие от оперов, они должны сначала направить запрос в вышестоящий налоговый орган, которым показать расчет, который пришел следователю, чтобы они провели проверку, либо дали заключение, есть ли в настоящий момент, проводится ли проверка, есть ли претензии по данному налогоплательщику, и после того, как это заключение придет, следователь принимает решение, возбуждать или нет. Но там есть оговорка же, это как раз-таки вот 2014 года, о изменении ВПК, то вот это все расписано, и в конце один пункт. А может и не ждать. Вот и все. Так вот, несмотря даже на вот эти вот условия, следователи очень просто возбуждают уголовные дела по налогам, с большими, читаешь кровавыми слезами просто умываешься, постановление о возбуждении уголовного дела, когда человек очень плохо понимает. В принципе, вот даже на базовых уровнях принципы налогов, вот, но при этом вот есть одна болванка, он с другого дела и взял, поменял только название контрагента, возбудил уголовное дело. Так вот, даже если вдруг что-то с налогами, допустим, по размеру, хотя опять, вот в Москве налоговых уголовных дел так много, что в какой-то момент, ну это вот в 17-18 году была некая градация. Городское управление не берет уголовные дела с недоимкой меньше 300 миллионов. Окружное управление не берет материалы для возбуждения дела с недоимкой меньше 100 миллионов. Районные не берет, районные вообще не, там вообще не знали, как это расследовать, бумаги, вот. Сейчас уже и районные расследуют, но вот по Москве меньше 50 миллионов недоимок мы не видели. Ну, потому что и так заходишь к следователю, у него вот стол, и вокруг него дела, 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 вот куча, вот так вот, и он как в окошко регистратура в больнице вот этот вот смотрит на тебя оттуда, а ты ему что-то говоришь, а у него тама. Ну, потому что правильно, уголовное дело возбудили, поехали на обыск. На обыск следователь сам не хочет ехать, он дает поручение операм, бэповцам, которые там этот материал, которые вот приходят и говорят, мы вот это все заберем, а потом, соответственно, разберемся. Вывозят 4 газели, хорошо, если вывозят к себе, а очень часто привозят к следователю. И вот он, получается, 3 дела возбудил, 4 газели на 3 дела, 12 газелей, а у него кабинет 20 квадратных метров, и у него вся эта красота лежит. Так вот, в принципе, даже вот по тем материалам, которые приносят, их приносят много, там, те же там 50 миллионов плюс, вот, сложности никакого нет возбудить. Дальше вот направить дело, не получить его на дослед обратно, вот это больше проблема. И как раз-таки сейчас суды, видимо, они уже, я не знаю, вот это не могу даже сказать, почему наши уважаемые уголовные суды вдруг в довольно массовом порядке начали возвращать дела следователем по налогам. Может быть, какое-то совещание было внутреннее, кому-то что-то надоело, кто-то как-то сказал. Хватит, остановитесь. Хотя про бюджетность судов всем понятно и известно, и хватит остановитесь, как это говорит, не очень понятно, в текущей ситуации. Ну, не знаю, не могу ничего сказать, наговорить не буду. Тогда я не могу не спросить про недавнее постановление КС 38П 22 июля 2020 года. Там, насколько я помню, была как раз 159-я статья УК применительно к налоговому делу. И вот, собственно, вопросов несколько. То есть, получается, это какой-то был эксцесс исполнителя, если так легко возбуждаются дела только по уголовным статьям, то конкретно в этом случае 159-я это было лишнее, и поэтому КС там заинтересовался. Или все-таки 159-ю очень любят и везде ее тоже стараются подогнать. Да, давайте напомним, кто не читал это постановление, что дело возбудили в отношении военного, который заявил налоговый вычет по налогу НДФЛ при приобретении квартиры в ипотеку. То есть, казалось бы, НДФЛ, уголовное дело, мошенничество, как это, военный еще. То есть, вроде не тот контингент, в отношении которого возбуждаются дела по налогам. Вот как это все смешалось. А усилимая еще ситуация. Там же сначала районный суд, он же вынес оправдательный приговор. Вот так вот. Да, апелляция отменила оправдательный приговор. Направил на новое рассмотрение, новое рассмотрение его обвинило, апелляция засилила, Верховный суд засилил, и он пошел в КС. Для слушателей напомним еще в разрезе уголовных претензий, в чем важен это постановление КС. Дело в том, что с налогами, как альтернативная статья, можно иметь проблемы по двум направлениям. Первое, это неисполнение конституционной обязанности по уплате налогов, когда вы что-то недоплатили. И второе, это попытка похитить у государства денег ввиду необоснованного вычета налогового. Более ярко, по сравнению с этим военным, выглядит как раз таки, это вот этот весь возврат НДС. Это классика. Именно черные возвраты НДС. Это вот этот 24-28 налоговые, которые были, это самое такое яркое. Но есть еще большой подпласт именно компаний налогоплательщиков, у которых есть проблема с этой 199-й. Вот, допустим, как у нас был кейс, это региональный, сразу скажу. И там цифры вообще убивающие были. В чем суть? Генеральный директор структурного подразделения, он заключил, это большой завод. И там были в одном квартале к вычету было первый квартал 8, второй квартал 9 и четвертый квартал там было 20 миллионов. Из них, причем там получается был инвестиционный, почему там к возврату был НДС? Потому что там была инвестиционная деятельность, и поэтому входящего НДС было больше, соответственно, и они поставили на вычет. Да. Много купили, много поставили к вычету. Да. Значит, и в первом квартале, где был вычет 8 миллионов, налоговая не признала контрагента на 330 тысяч рублей. Во втором, где было 9 миллионов, налоговая не признала на 700 тысяч рублей. А в четвертом квартале, где был вычет 20 миллионов, налоговая не признала на 1 миллион 64 тысячи с копейками рублей. Для чего это важно? А в 159 в мошенничестве другая градация размера. Значит, она начинается крупный размер 250 тысяч, особый крупный размер свыше 1 миллиона рублей. И в 159 проблема в том, что следователь не может прекратить уголовное дело за погашением недоимки. Там единственная есть возможность при сумме меньше 250 тысяч рублей, но это тоже сложно. И действительно возбудили в отношении генерального директора, возбудили уголовное дело. Причем он говорит, ребята, вы поймите, у меня огромный завод, то, что не признали вот этих контрагентов. У нас, во-первых, конкурсная процедура, в конкурсной комиссии 7 человек. Я там стою, потому что там безопасник, юрист, бухгалтер, финансист, закупки, продажник. Вот эти вот все составили конкурсной комиссии. И причем это было еще на электронной площадке, это все размещение было. И то, что там в свое время кто-то из менеджеров четвертого колена от генерального директора как-то сделал так, что завел ненадлежащего, который у нас тысячи, у меня в год тысячи контрагентов. Проверять каждого, есть ли у него на то, чтобы почистить мне трубу, надлежащую, да там два уборщика с надлежащей квалификацией, я, естественно, не могу. Поэтому и то, что заявили к вычету, это как раз и поставили попытку покушения, там вот было возбуждено и на покушение, на хищение из бюджета тот или 2 миллиона рублей. Но при этом это было три эпизода, как раз разбитые. Там, кстати, не сделали одного сводного совокупного, о чем мы говорили по налогам. А там сказали, не, подождите, 159-е, значит, момент приготовления к хищению в момент, когда вы подали документы. Три декларации, да? Да, три декларации, три заявления, причем там у нас же по 76-й как есть возможность НК, есть либо возврат на счет, либо зачет по другим периодам. И после этого кейса мы везде говорим клиентам на всем конференциям, что в случае, если у вас есть возмещение, то лучше все-таки либо на другие налоги, либо послед периоды. Это хотя бы вы остаетесь в налоговом неком поле и можно здесь еще подтянуть под 199-ю в случае чего. А вот если вы из бюджета возмещение на счет, то это вы пытались похитить чужие деньги. По крайней мере, так толкуется. Это неправильно, сразу скажу, потому что для того, чтобы было квалифицировать как 159-ю, необходимо умысел, полный состав, должна быть корысть. И лицо, которое привлекается, оно должно осознавать незаконность своих действий, желательно наступление незаконных последствий, и это и есть состав преступления. Если у него не было умысла, то здесь нет состава. Естественно, как может быть у генерального директора, который в глаза не видел ни закупщиков, ни... Это даже вопрос, который там чистит трубу, но он не знал ничего. Как он может внести ответственность? Единственное, в этой еще плюс ситуация. Он же еще и не сам подписывал декларацию заявления на вычет. Он же ЭЦПшку отдал бухгалтеру, и там просто эти заявления были подписаны ЭЦПшкой. Соответственно, он вообще не знал о том, что там происходило. Естественно, он тут не подсудил здесь. Состава преступления нет. Так вот, возвращаясь немножко к этому постановлению КС, там же что было сказано? В отношении этого военнослужащего, он же подал документы, в чем именно структурно важно, он подал документы. Даже если он знал, что не имеет права на этот вычет, но он подал документы в проверяющий орган, и проверяющий орган проверил и сказал, что он не имеет права на вычет, то состава преступления здесь нет. Иначе любая ошибка вообще получается, это уже мошенничество. Ну, здесь еще глубже, КС еще глубже пошел. Он сказал, что нет, даже если он знал, что не имеет права на вычет и подал, то это не состав преступления, это даже не покушение. Что еще отдельно указал КС? Вот можно говорить о мошенничестве только в том случае, если у него был сговор с налоговым инспектором. Или подлог каких-то документов, да, он мог там нарисовать. А это было бы, подлог это 327, это отдельно. Ну, в смысле он там подшаманил документы по вычету и подал на вычет. Да, соответственно, тогда получается, и таким образом КС убирает большой пласт проблем. И я очень сильно надеюсь, что Верховный суд, как все-таки тот суд, которого больше прислушиваются в судах, потому что, к сожалению, часто бывает, когда ты приходишь и свою позицию базируешь на КС, они говорят, иди в КС, там и рассказывай. Библиотека этажом выше. И я надеюсь, что в каких-нибудь все-таки разъяснений в плену в Верховном суде будет более детально этот вопрос распитан, потому что это правильный подход. Это правильный подход с позиции устройства государства. Для чего нам нужен полицейский? Для чего мы из своих налогов платим ему зарплату? Для того, чтобы, если человек совершил какое-то правонарушение, он его пресек. Либо в тот момент, когда он готовится, пресек, сохраняется, сейчас понятно. Для чего мы платим налоги налоговому инспектору? Для того, чтобы он, используя свои знания, не допускал возможности, что кто-то из бюджета, из наших с вами налогов, заберет необоснованное. Правильно? И поэтому убирать эту функцию с налогового инспектора, что все, только ему подали документы и все, сразу это состав. Вот убирать важность этого фильтра нельзя. Потому что это основа государственного устройства. Мы за это платим деньги государству, чтобы оно обеспечивало этот фильтр. Вот этим хорошо постановление КС. Но понятно, что как бы это ни вылилось в конце концов, что слушайте, это военный физик, вот к военным физикам это относится. Есть здесь такой, наверное, налет, потому что в целом этим военным доставалось еще от КС и до, когда начали взыскивать налоги через гражданский кодекс, там те же самые лучи, то по военной ипотеке же были. Тогда предлагаю в заключении небольшой такой блиц, скажем так, небольшие вопросы, чтобы коротенько попробовать на них ответить. Последствия пандемии, на твой взгляд, усилят давление или уже усилили давление на бизнес в уголовно-правовой сфере? Ну а когда вчера, позавчера было, что в четыре раза увеличились налоговые проверки? Ну то они выдохнули после, так сказать, перерыва с новыми силами. А если мы говорим про уголовку, то еще в апреле, в начале апреля мы понимали, что уголовка, она как пружина, она просто начинала сжиматься. И в июне эту пружину распустили. И мы сейчас видим по тем кейсам, которые есть у нас, что очень активизировалась правоохрана. А с учетом того, что очень активизировалась сейчас налоговая служба, которая будет поставлять материалы для следственных органов и оперативников, то все будет только ввысь, ввысь, ввысь. Проблема в чем? Вот эти каникулы два месяца, что у налоговых инспекторов, что у правоохраны, никто у них показатель не уменьшил. Какой план есть собираемости перед ФНС? Так он и остался. Никто же на одну шестую не поделил это? Никто. То же самое у правоохраны, у них есть свой KPI, своя статистика, в которой они должны реализовать столько-то кейсов. Очень важное замечание. То есть, в то время как бизнес корректирует свои годовые планы на советах директоров, в кавычках другие советы директоров, так сказать, как минимум ожидают выполнения поставленных планов. А там же как? Есть такая штука АППГ, она была раньше, сейчас по-другому называется. Это показатель предыдущего года, аналитика, анализ показателей предыдущего года. И у любого органа правоохранительного у тебя АППГ должен быть не меньше единицы. Естественно. Лучше, чем в прошлом. Хорошо. Какие самые распространенные ошибки совершает бизнес, чем усугубляет свое положение при уголовном деле? Что можно как бы посоветовать? Идут к решальщикам. Вот реально, идут к решальщикам. Потому что, а решальщики, в чем проблема зло? Хорошо, если вы потеряете деньги. Это прям молиться надо, чтобы потерять только деньги. Очень часто бывает, что эти решальщики приводят другие проблемы. Потому что была у вас проблема, там, нал вам когда-то был нужен, и вы, соответственно, получили, сейчас у вас есть проблемы с налогами. А вы пошли к решальщикам, а там пришли вопросы об нала. Вы попали под обнальщиков еще. Либо, допустим, надо еще понимать, всех решальщиков постоянно в то или ином виде контролируют, записывают и так далее. Можно сказать, что они не всегда решают те проблемы, которые надо решить. Я же говорю, что хорошо, если они решают только свои проблемы, забрать у вас лишние деньги. Очень часто бывает, что решальщики под контролем. И у нас бывали ситуации, когда люди пытались что-то сделать, а еще получили потом проблему дачи взятки. Есть ли какая-то универсальная таблетка, так скажем, как не попасть в жернова государственной машины? Конечно же нет. Это то же самое, как я вам задам вопрос. Есть универсальная таблетка, не попасть под контроль налогового органа? Вы мне это скажете, платить налоги. Ну, все равно, понятно, универсальный, наверное, это так вверх. Но с точки зрения, вот какие, скажем таки, гигиенические правила или привычки хорошо бы там выработать. Можно подстелить соломку, скажем так, заранее. Да, не всегда. Если вы готовы не на блиц, я постараюсь с контрапунктами, тезисно. Но вот рассказать, во-первых, первое, что надо помнить в уголовке, обыск может быть в любой момент. Вот когда бизнес для себя поймет, что он готов к обыску, который может быть завтра, послезавтра. Обыск, надо понимать, он не всегда связан с тем, что вы сделали. Обыск бывает, когда проблема вашего контрагента. Обыск бывает, когда ваш сотрудник что-то нашкозил. Обыск бывает, перепутали адрес. Обыск бывает, перепутали ИНН. Сколько было случаев, что вот это был именно обыск. И когда компания подготовлена к этому, когда настроены определенные алгоритмы, как хранить информацию. Мы же когда говорим клиентам, что подготовьтесь к правильному хранению информации бумажной и электронной. Надо просто понимать, что завтра придут и заберут все. И вы лишитесь возможности доказывать свою невиновность. Потому что, как я говорил, 4 газели увезут к следователю. У него это по дороге где-то потеряется. У него это будет лежать. Вы годами не увидите документов первички, которые у вас есть. При этом, так как срок давности по основным преступлениям 10 лет, необходимо хранить документы электронные и бумажные 10 лет. Тут мне сразу все говорят, а как же 4, 5 лет. По налоговому кодексу уже 4 года возмущаются. По закону об архивиру, архивному делу 5 лет возмущаются. Все возмущаются. Без вопросов. Вы можете это сжигать через 5 лет. Только если по уголовному делу свыше 45 миллионов к вам придут с вопросом, сегодня 20 год, с вопросом по сделкам 2011 года, а вы все сожгли всю первичку, вам доказывать нечем будет. Вам нечем будет доказывать, что вы проявили должное в свое время осмотрительность. И сделка была реальной. Потому что вот у вас есть подписи, синие подписи. У вас были там досье на контрагента, в котором были паспорт, курьера, доверенность. А вы взяли все это и сожгли. Чем доказывать будем? Ничем. Так вот, при этом надо понимать, что окей, вы с глубиной 10 лет все качественно сохраняете. Все у вас расставлено, все хорошо. Но это у вас все в офисе. По известному адресу в офисе, либо на вашем складе, который вы арендуете. По адресу, который известен практически всем, в том числе следователю. Он приехал с обыском, вот это все у вас забрал. Что будете делать? Сидеть и плакать. Писать ходатайство следователю о том, что выдайте нам вот эти документы. Поверьте на слово. Эти ходатайства будут рассматриваться веками. Вы будете получать отписки. Никто не будет. Под любым. Есть требования о том, что электронная информация может быть скопирована в случае, если уголовное дело по экономике, которому относятся к налогам. Но следователи и это обходят. Они говорят, вопросов нет. Я бы отдал, только я отдал на экспертизу. Вот, пожалуйста, постановление назначено. Ваши все сервера уехали на экспертизу. А, естественно, пока заключение эксперта не получено будет, я вам ничего выдать не могу. И все, сидим годами ждем. Так вот, рекомендация. Компания готова к обыску. Когда? Вот документы, которые по незакрытому периоду, прибыль, год, все хранятся в офисе. Ну, потому что действительно надо их дособирать. Ну, короче, надо, чтобы они были под рукой. Документы по тем периодам, которые закончены, они уезжают из офиса. Действительно в хороший склад, где будете иметь доступ только вы. Склад, который не оплачиваете вы со своего счета, что можно получить оборотку, просто вписать аренда. И там выдает, что вы ежемесячно платите за этот склад. Адрес такой-то, выписали постановление о производстве обыска, поехали, забрали. Не таким образом это должно выглядеть. И документы вы храните в коммуникации. Там, в зависимости от того, как часто вам приходят запросы по встречкам, как часто вам надо обращаться к тем документам, по которым закрыт период. Вы просто ставите курьера, которому бухгалтерия, есть отдельный лоток, в который она складывает, допустим, два раза в неделю. Что нужны? Папки там ОСВ за 13-й, за первый квартал, там, я не знаю, там, первичка по ромашке и так далее. Для, очень просто, для курьера, который приедет в это место, у него будет все красиво расставлено, он возьмет только вот эти две папки и привезет. В обмен увезет туда то, что забирал до этого. И вот этот вот документ обратно, причем бухгалтерия не будет знать, где это находится. Зачем им это знать? Об этом будет знать только курьер, который возит, и ответственный человек, который этот процесс налаживает. Если вдруг скомпрометирован курьер, ну, я не знаю, там, ему поджали пальцы где-нибудь табуреткой. Есть очень хорошая тема, когда я вот это вот рассказывал, у нас просто один из клиентов, он говорит, слушайте, а у нас есть лучшее предложение. Мы занимаемся бизнесом, сдаем категории аренда БЦ, а еще мы сдаем в аренду контейнера. Мы готовы вашим клиентам подготовить контейнер 40 футовик, в котором все будет также сделано. И как только вы узнаете, что у вас курьер скомпрометирован, вы нам звоните, мы подгоняем трак и переставляем этот контейнер на другую площадку. Кругосветку его. Да, да. Вопрос в чем? Эта рекомендация как раз-таки, я не говорю, совершайте преступление таким образом, закрывайте клиент. Наоборот, храните доказательства своей невиновности. Потом потеряйте. Сколько было случаев, когда в ходе обыска забирали документы, и потом их теряли, они сгорали, они портились у следователя в кабинете. Вспомните, два или три года назад горело, главное следственное управление по городу Москве, сгорело два этажа. И потом эти уголовные дела и документы, есть фотки в интернете, в котором в мусорку выкидывались они просто. Соответственно, риск утери. А в ГСУ Москвы есть банковский отдел 11, который собирает все это. Есть 12 общий уголовный, который тоже занимается как раз-таки этими вопросами. И это как раз-таки были те этажи. Соответственно, вероятность того, что это будет утеряно сгорит, большая. Вы должны иметь эти документы. Запросят у вас. Окей, проведут обыск, не найдут. И скажут, нам, нас интересует вот такой-то контрагент, вот такой-то период. Без проблем. Возьмете оттуда заверенным надлежащим образом. Подготовите, выдадите следователю потом выемкой. Что за касается IT. Надо тоже понимать, что в ходе обыска, ну, когда приходят с обыском, первое это документы, второе это IT, третье это люди. Допросить, узнать, допросто на месте, либо там вызвать на допросы впоследствии. Так вот, IT забирают сервер. Понятно, что надо исходить из концепции, что вот заберут сервер, что мы будем делать. Во-первых, это на следующий день надо работать. Поэтому у вас где-то должен быть запасной комплект железа, чтобы вы могли на следующий день просто это поставить, развернуть. Для тех, кто давно не разговаривал с IT-шниками, не закупал оборудование, скажу так. На данный момент для того, чтобы завести обычный сервер, необходимо таможить его минимум месяц. И это просто тоже кровью наших клиентов написано. У нас была ситуация, приехали, не было запасного железа. Компания теряла 150 миллионов рублей в сутки только потому, что не было железа. И когда они все-таки поставили, ну вот мы с IT-шником разговаривали, я говорю, а почему нет комплекта? Он говорит, вот пожалуйста, у нас три заявки, каждый год мы давали заявку из-за того, что 150 тысяч евро стоит, нам не утверждали. А из-за этого компания теряла 150 миллионов рублей в день. Так вот, подход должен быть. Подход какой? Если вы готовы, у вас есть запасное железо, которое хранится опять-таки не в офисе, а вот, если у вас есть бэкапы, если у вас есть на удаленном сервере, если у вас все компьютеры, которые в компании, они используются только как рабочие станции. Терминалы, по сути. Да, исключительно как терминалы, кстати, для тех, кто не погружен, ноутбуки тоже могут быть использованы как терминалы. Вчера клиент был, удивился. Ноутбуки тоже могут быть терминалы. Вот, вы тогда ничего не потеряете, вы тогда после обыска сможете проанализировать, что у вас есть, подготовить позицию и отдать следователя. Поэтому, вот, это из такой пилюльки, вот, когда вы подготовите так офис, вы спокойно будете работать дальше, что у вас вы в любой момент можете доказать свою невиновность. Вот, это единственная пилюлька, которую можно сказать, которую можно прикомендовать. Ну, по сути, речь о том, что, так сказать, неожиданный визит не должен полностью... Не должен быть неожиданным. Не должен быть неожиданным и, более того, не должен прекратить и парализовать вашу бизнес-деятельность. А потом это даст возможность вам эффективно уже защищать дальнейшие свои правила, да? И тогда в завершение, Денис, вот такой вопрос. Мы обсудили, что, да, давление растет, количество дел уголовных каждый год так прилично прибавляется, потому что каждый год по 25-30% прибавляется. Это, в общем, удвоение пятилетка за три года, в общем-то, да, получается. По субъективным ощущениям, вот насколько тогда сейчас важна стала роль адвоката, вот в его лучшем, хорошем понимании, да, с точки зрения, насколько все-таки роль адвоката, личность адвоката профессионализма в текущей ситуации позволяет как-то минимизировать, может быть, не полностью нивелировать, да, негативные последствия, но и минимизировать. Или наоборот уже, как говорится, знаешь, такая ситуация, ну, что бы ни делал, да, как бы все мимо. Ну, здесь вопрос, не продвигая, продавая коллег по цеху, могу сказать так. Адвокат, он нужен для того, чтобы хотя бы посмотреть, насколько возможно минимизировать ущерб, который влечет за собой уголовное дело. Посмотреть, возможно ли снизить сумму, которая вменяется, посмотреть, как это сделать. Но при этом просто этот адвокат, он должен не просто любить уголовное право, а давайте сейчас напишем кучу жалоб и будем биться до верховного. У него должен быть бизнес-подход, он должен понимать, что в основном бизнес исходит из того, что, окей, если проблему можно решить деньгами, то это расходы, а не проблемы. И сам процесс ради процесса бизнесу не нужен. Максимально оперативно купировать проблему и работать дальше, зарабатывать, это цель бизнеса. Редчайшие случаи принципиальности, но это, как правило, не с налогами, связанными с корпоративными войнами, когда вот хочется процесс ради процесса. Поэтому, если есть адвокат, который понимает этот подход, при этом есть адвокат, который, то, что мы сегодня обсудили, может рассмотреть вопрос дробления продолжаемого преступления, может посмотреть, каким образом затянуть в случае, если будет принято решение, что да, некая рассрочка, потянуть время. А может и предложить, и какую-то стратегию по делу, и ее соблюдать дальше, то это очень-очень неплохо, а адвокат в этом деле, конечно, поможет. И когда нужно звать такого? Сегодня. Ну, просто почему именно сегодня? Звать, когда приехали с обыском, это все-таки немножко поздновато. Потому что хороший уголовный адвокат, который работает с бизнесом, он все-таки терапевт для начала, а не хирург. Потому что он может посмотреть бизнес-процессы, как они построены, он может приехать в офис, посмотреть, как документооборот лежит, степень готовности к тому же обыску, и просто подсказать какие-то вещи, таким образом минимизировав возможные проблемы в дальнейшем. А если эти проблемы уже все-таки придут, то тогда уже изначально знать особенности, специфику бизнеса, специфику отраслевую, специфику конкретно этой компании, каким образом те или иные бизнес-процессы настроены, насколько есть какие-то слабые звенья, и уже тогда, получается, не с чистого листа заходить. А именно уже зная, что из себя представляет компания, это будет лучше помогать в решении вот этой уголовной проблемы. Потому что еще у уголовки есть нюансы. Допустим, когда идет та же ВНП, она как-то все-таки по динамике, она более-менее без синусоид таких лихих. Уголовное дело, оно как только возбудили уголовное дело, сразу куча следственных действий, сразу тут же обыски, допросы, выемки, вочные ставки. Первый месяц он вообще прям очень такой жаркий. После этого набирается массив, назначается экспертиза и идет такой отток. Так вот, если адвокат только входит в проблему, когда возбудили дело, вот этот месяц жаркий, ему надо очень много погружаться, а экономика, она у нее своя специфика. Это не убийство, когда посмотрел человек, ножом пырнул, подготовился. Экономику надо глубоко погружаться для того, чтобы устраивать позицию, для того, чтобы готовить каждого сотрудника к походу, на допрос. И поэтому, если есть возможность адвоката, чтобы познакомился с бизнесом сейчас, пускай будет. Не понадобится он в дальнейшем, не будет никаких проблем. Шикарно. Просто надо, скажем так, на небольшую диспансеризацию. Да, вот диспансеризация очень хорошая вещь. Приходите. Денис, спасибо тебе большое за такую подробную, объемную информацию. Я думаю, есть о чем задуматься не только нам, но и слушателям. Поэтому еще раз благодарю, что уделил время, так сказать, нам и побеседовал, поделился разнообразными секретами. До новых встреч. До новых встреч. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите свои вопросы, если они у вас возникли. Ну и до новых встреч. Спасибо вам, что позвали. Guten Tags о налогах человеческим языком.